Пасха считается самым главным христианским праздником. В этом году она выпала на 5 мая. Ей предшествует самый длинный и строгий Великий пост, который длится 7 недель. В это время верующие встречают Вербное Воскресенье или вход Господин в Иерусалим. Потом Чистый Четверг, когда прихожане готовят свои дома к празднику, делают уборку, пекут куличи и красят яйца. Наверное, Вербное Воскресенье только. Нет, как это Чистый Четверг? У нас была Чистая Пятница просто, везде с рабочей недели. Да, да, да. Стараемся, конечно, соблюдать. Семейная традиция – это сходить в храм обязательно, покрасить яички и встретиться с родственниками. Для нас, вовремя, значит, какое-то тепло. Мы ходим друг к другу, получается, в гости, встречаемся с родственниками, угощаем друг друга Пасхами, яйцами. Осветить куличи, крашеные яйца и творожные Пасхи сотни нефтьюганцев смогли с 4 дня до 8 вечера, а также с 4 до 8 утра. Для многих это уже многолетняя семейная традиция. Когда я был маленький, у меня родители красили яйца, тогда, в принципе, особо не понимал, что это такое. Потом уже, когда повзрослели, мы поняли, что это за праздник и с чем он связан. И сейчас мы должны этот праздник праздновать всегда и передавать его своим детям, чтобы этот праздник всегда шёл с нами. Сразу после освящения Пасхальной снеде православные отправились на Божественную Литургию. Невместимый содержим был Есиих отением, ибо силу Твою действуй, показалось, и богодейственно поющим, не свят, разве Тебе, Господи, человека, любче? В полночь отец Николай прочитал проповедь о празднике. После все прихожане вышли из храма, чтобы совершить крестный ход. И вот мы сейчас с вами то же самое пройдём крестным ходом вокруг храма, как жены мироносятся с любовью, с верой и с молитвой в устах, в своём сердце, прося у Бога помощи о тех делах, о тех заботах, которые могут и возникают в нашей жизни. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть бобра, и сущего грабежи его даровал. Христос воскресе! По истину воскресе! Христос воскресе! По истину воскресе! После крестного хода скорбные песнопения сменились радостными. Великое воздержание закончилось, и это значит, что пришло время разговляться и обмениваться пасхальными угощениями. Христос воскресе! По истину воскресе! До 12 мая христиане будут праздновать пасхальную неделю или светлую седмицу. В эти дни принято мириться друг с другом, забывать всё плохое, ходить в гости и ежедневно посещать службы. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Субтитры создавал DimaTorzok